Вкуснейший десерт всего за 5 минут и из трех ингредиентов. Получается очень вкусно, просто и быстро. Начнем с муки. Муку желательно заранее просеять. Высыпаем всю муку в глубокую емкость и добавляем разрыхлитель. Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты. Теперь добавляем йогурт. Отлично подойдет греческий или турецкий. Главное, чтобы он был без дополнительных вкусовых добавок. Хорошо все перемешиваем и замешиваем тесто. Буквально пару минут и тесто готово. Вот такое оно должно получиться. В зависимости от жирности и густоты йогурта регулируйте количество муки, чтобы получилась нежная текстура. Для удобства я перекладываю тесто в кондитерский мешок. На плиту ставим сковородку с высокими бортами или сотейник. И наливаем растительное масло. Масло должно хорошо разогреться и быть горячим. Для этого нужно ориентировочно 3-4 минуты на среднем огне. Теперь с помощью ножниц отрезаем нужное количество теста и отправляем заготовки в раскаленное масло. Старайтесь, чтобы кусочки были примерно одинаковые по размеру. Тогда пончики получатся одинаковые и прожарятся равномерно. Буквально пару минут и пончики становятся золотистыми и румяными. И можно их вынимать. Выкладываем готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Вот и все. Наши пончики готовы. Они очень вкусные сами по себе. Но я предложу вам сделать еще несколько видов глазури и посыпки для таких пончиков. Итак, первый вариант самый простой. Это сахарная пудра. В глубокую емкость насыпаем немного сахарной пудры. Выкладываем пончики и обваливаем их со всех сторон. Вкусно, просто и очень быстро. Следующий вариант это глазурь. Одна из моих самых любимых. В сахарную пудру добавляем немного растопленного сливочного масла и молоко. Хорошо все перемешиваем. Должна получиться вот такая вот текстура. Выкладываем пончики и хорошо покрываем их глазурью со всех сторон. Перекладываем на тарелку и даем немного застыть глазури. Третий вариант будет для любителей шоколада. В ту же емкость, в которую у нас была сливочная глазурь, добавляем немного какао или растопленного шоколада. Хорошо все перемешиваем и высыпаем пончики. Обвалакиваем каждый пончик со всех сторон и выкладываем на тарелку. Нужно дать немного времени, чтобы глазурь застыла. Лучше всего делать сразу три варианта пончиков. Каждый найдет что-то по своему вкусу. И конечно сразу делайте вторую партию. Улетают такие пончики просто за секунды. А нравятся всем и всегда просят добавки. Надеюсь вам тоже понравился такой рецепт. Буду ждать ваши отзывы в комментариях. Всем приятного аппетита, отличного настроения и до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok